Любимая часть самарцев это арт-объекты, фотографии с которыми пестрят по всей социальной сети. В этом году, когда мы подошли, особенно внимательно устроили всероссийский конкурс, в котором приняли участие более ста художников. Из них выбрали десять лучших. Из Сибири с любовью автором одного из десяти лучших арт-объектов стал Матвей Фатеев из Томска. Последние семь лет он занимается стрит-артом и романтикой «Его конек». Для «Волга-феста» парень впервые занялся скульптурой. Увидел на сайте фотографию монумента «Белый танец», который уже украшает Самарскую набережную. И в голове сразу появилась идея, как его можно дополнить. Проект оценили по достоинству члены жюри конкурса, и Матвей прибыл в Самару воплощать свою идею. Я сделал такую историю, что сама композиция делится на три момента времени. Вот это последний момент времени, один из трех. Мужчина и женщина уже рядом. Предыдущие два, они как бы на пути друг к другу. Получается, что три момента времени, они друг за другом идут, и получается такое движение, динамика. Сейчас художники устанавливают свои работы, некоторые уже готовы. Например, вот это творение мастера из Санкт-Петербурга. Воплощает главную тенденцию этого года – дистанцию между людьми. Но при этом все человечки друг друга поддерживают. Еще одна из тематик этого феста – короткие дистанции. В том числе и от дистанции между городом и природой. Так, один из десяти арт-объектов установили не на набережной, а впервые в воде. Это такое высказывание о современном искусстве из разных областей – театр, музыка, искусство. Мы провели всероссийский конкурс. У нас был большой уважаемый жюри, который состоял из Василия Церетейли, директора Музея современного искусства, Нарелла Фердиевой, Пермского музея современного искусства, Сони Троценко и многих других. И отобрали, в общем, десять объектов. Я бы даже сказала, шесть победителей, еще несколько, два художника приглашенных, и два объекта, так называемый выбор оргкомитета. Сегодня уже начался монтаж, и к выходным уже все объекты будут стоять, вы сможете с ними познакомиться. Они от лиричных, с которыми можно понаблюдать за другой стороной Волги, что, в общем, свойственно самарчанам, потому что за Волгой – это, в общем, такой символ отдыха Самары. Программа фестиваля насыщенная, и все самые яркие мероприятия пройдут как раз-таки в эти выходные. Планируется программа практически в режиме нон-стоп, то есть все начнется в 12 дня с диджей-сета, далее будет сразу несколько музыкальных концертов до самого вечера, и параллельно будут работать творческие площадки. В общем, будет на что посмотреть, и будет в чем поучаствовать. Мария Ильевна, Василий Калдашов, События.